Приветствую! Настало время поговорить про, ну давайте называть вещи своими именами, про милиписьки. Наверное, это не самые частые милиписьки сейчас в кадре. Наверное, это видео вообще не всем будет интересно, но я уверен, что есть люди, которые раскусили уже эту тему и у которых милиписьки на самом деле используются чаще, чем крупные ножи. Здесь на самом деле представлены все, на мой взгляд, 4-5 разновидностей милиписьчных ножей. Начнем с милиписьчных ножей, которые не являются в полной мере ножами, являются частями мультитулов. Вот есть такой простенький, дешевенький китайский мультитул, у которого есть два клиночка, один из которых именно ножевой клинок, у него даже есть некое подобие в кавычках лайнер лока, ну слепджойнта скорее, выполненного в лайнер лок. И даже какой-то вариант шарика, там на самом деле это не шарик, но не суть. Нож здесь длиной полтора сантиметра вполне себе, на самом деле, оправдывающий себя. Вскрывать всякие там посылочки, не посылочки, годится, будь здоров. Еще интереснее то, что все-таки мультитул есть. Мультитул здесь есть, плохо заточенный, но все же можно всегда все поправить, крючок, и он неплохо как раз вскрывает то, что можно порарезать опять-таки те же упаковки и прочее. Ну а дальше китайцы просчитались вот с этой деталькой, то есть она вообще не нужна на самом деле, только место занимает. Еще здесь есть нормальная, кстати, отверточка вполне, но на самом деле мультитул этот сложно порекомендовать и не про него видео. Но нож здесь есть, и это первая разновидность. Соответственно, эти ножи выбирают не по ножу, а в целом по тому, какой набор чего там в этом мультитуле. В мультитуле единственное, почему вот этот мультитул у меня остался, потому что нож достаточно остро заточен неплохо с фабрики китайской. Это не, например, мой выбор и не то, что я бы посоветовал, то что скорее по качеству, особенно в стали, это ну такое себе, отрезать один раз что-то. Потому что от первой же реально серьезной нагрузки он сядет мгновенно и дальше точи-не-точи, ну все равно это будет одно и то же. Следующая разновидность, это любопытная вещь, это побочные маленькие фиксы, типа вот такого. Этот нож в ножнах кукре ножа лежит, ну типа как спарка, да, по большому счету. То есть такой маленький вспомогательный отрезатель чего-нибудь. Сталь тоже ужасна, гринд ужасен, слесарка ужасна, то есть, ну просто потому, что ни у кого никогда не было задачи при создании этого ножа сделать что-то приличное. Просто то, что невозможно сделать вот такой кукрёй, да, естественно делают обычно вот такой маленькой штуковиной. По большому счету никакой ценности ножевой не представляет, что называется идет в нагрузку, да, и поэтому, ну есть и есть, что-то маленькое подрезать, подрезать. Но острый ли он, ну очень условно из-за вот этой вот линзы на маленьком ноже, линза, мне кажется, это такое себе. И поэтому, если вот это что-то режет, именно там типа скотч, веревочку, это в общем тоже, но не более того. Поэтому такое тоже делать, покупать или заказывать, ну ничего особенного. Наиболее интересные, на мой взгляд, следующая разновидность, маленькие ножи, это в нормальных мультитулах маленькие клинки в викториноксах. Вот, ну я не стал вытаскивать свой венгер сюда ставить, просто потому, что он очень красный и в кадре слишком яркое пятно. Вот, особенно на заставке видео. Короче, у всех есть викс или викторинокс, так называемый, либо венгер, да, и там есть маленький клиночек. Вот это вполне рабочая тема, все у кого есть, все знают. Но туда в довесок идет еще большой клинок и весь остальной мультитул. Поэтому, еще поэтому здесь я не выложил на нойку, потому что это все-таки, ну как-то выбивается. Но разновидность есть разновидность. А самое толковое, это очень-очень маленькие складни и очень-очень маленькие фиксы. Причем, из маленьких фиксов, которые вот я так или иначе видел, я предпочитаю те, которые, ну, более или менее адекватны. То есть, а что может быть адекватнее, например, уменьшенные копии нормального большого фикса ножа, да. Потому что сами по себе очень маленькие ножички фиксы. Это, например, я видел, ну, там вот банально на Алиэкспрессе какие-то такие милипуськи продаются. Есть всякие там подскальпели сделаны, есть со сменными лезвиями, где покупаешь в медтехнике скальпели именно сменные. И вот есть ножи складные и фиксы, рукояточки, где ты раскладываешь как бы нож, а на нем просто разъем для вот этого лезвия скальпельного. И то есть, это ситуация, когда не надо точить ножи, да, сменный нож и все такое прочее. Они тоже очень маленькие, вот не больше, чем штурмик вот этот. Но я никогда бы не доверял ножу что-либо более-менее даже серьезное, или тем более с боковой нагрузкой, у которого просто защелкивается лезвие на корпус, да, на держатель. Поэтому, на мой взгляд, вот такой вот уменьшенный штурм, это огонь. То есть, вот как ни странно, этот нож, наряду с его теперь старшим братом, вот таким ножом, он все-таки не попадает в этот коллектив из-за размеров. Они используются каждый день, каждый, просто каждый день. Что-нибудь обязательно находится в мастерской или в быту ими порезать. И постоянно под рукой либо один, либо другой, потому что иногда просто, ну, незаменимо. И, кстати, интересно то, что вначале я так подумал, что, блин, ну, свели вроде и тонко, но неравномерно. Мол, кончику как-то толстовато, а здесь как-то уже очень тонко. Когда я точил его, особенно это было заметно, потому что, вот смотрите, да, какой тоненький подвод здесь и какой толстый здесь. А потом я раскусил, что вообще-то на маленьком ноже это очень хорошо. Потому что, когда тебе нужно что-то прямо очень филигранное отрезать, ты вот этим вот местом и отрезаешь. Ты так вот берешь, так раз, туда материал как-то что-то это, и подрезаешь именно этим местом, очень фигурно мелко двигая. А вот когда ты что-то прокалываешь, прокручиваешь и так далее, вот если бы было такое сведение здесь, было бы очень страшно за кончик. А так кончик, на самом деле, у этого ножа, будь здоров. И очень, ну, банально, у моего из 20СВ Кершаулинка кончик раза в два тоньше. И, соответственно, он точно отскочил бы в большинстве ситуаций, в которых этот нож совершенно спокойно так и нормально. Вот, поэтому вот такой штурм меня прямо радует изо дня в день. А тут еще приехал от заказчика вот такой вот SKF, реальный SKF. Это десептикон, но вот, как видите, с палец буквально, да, как бы, ну, ладно, у меня пальцы небольшие, размер ладошки там из серии, там, 7,5. Поэтому, а есть дядьки, у которых реально, вот, ну, палец такой длины. Вот, что тут можно сказать? Тут реально керамический детент, тут, ну, подшипники стопудово. Еще не разбирал, буду разбирать, посмотрю, ну, я думаю, керамические. Вот, он прям флипует. Но, кстати, тут надо сказать честно, что флипует он только в одной ситуации. Если давить на пальцем, держаться за клипсом. Вот тогда он прям флипует. Если этого не делать, вот, то он не флипует. Это, на самом деле, SKF сделали специально, я думаю, они думали над этим ножом. Потому что, когда такая маля пучка стоит достаточно приличных денег, в нее вкладывают много ума, на мой взгляд, должны вложить. И тут, скорее всего, так и было. Почему? Потому что, потому что вряд ли кто-то возьмет этот нож, не положив палец на клипсу. Если сделать, выберить детент под отсутствие давления на клипсу, а просто вот детент вот в этом положении, типа, на открытие. И чтобы он флиповал, он будет достаточно жестким, и нож будет прекрасно флиповать. Но, но он не будет, ни хрена не будет открываться, если вот так вот его взять. Потому что, додавливая пальчиком на клипсу и переводя, как бы, да, дополнительное усилие на клинок, то есть, мы не даем просто-напросто открыть. Даже сейчас я вот пробую, если двумя пальцами вот так сжать, уже невозможно открыть, он уже не нажимается. То есть, детент настолько усиливается. И только, когда ты палец вот так плоско кладешь, вот здесь вот так у тебя лежит средний палец, оп, он спокойно флипует. Вот, естественно, удобство флипа здесь очень условное. Поэтому у него есть ногтевой зацеп, в принципе, для тех, кто хочет открывать его спокойно. Но, по большому счету, его даже можно, я как-то вот пытался вне видео открыть. Да, вот так вот открывал, поддевал одной рукой. Вот. В остальном, надо сказать, что на ноже не экономили. Он сделан прям вообще прецизионно, классно, очень круто. И здесь М390. И что я могу сказать? Похожего формата нож я еще видел от Rite Knives. Там такой мини-калибри. Есть видео на канале. И еще я однажды вживую, кстати, всего лишь однажды я видел Micro Recon первый. Все это очень-очень клевые ножи. Вот эти микроскладни, микроверсии существующих больших складней, это очень интересная вещь, именно на ключики там, как брелочек, да, там еще как-то. Просто кинуть, знаете, вот в джинсах вот этот карман, кто-то называет для часов, кто-то для зажигалки, whatever, неважно. Вот этот микрокармашек на джинсах, это просто их место. Положил, если это недорогой нож, то в каждые джинсы, которые есть. Главное, не забывать перед стиркой снимать. И все, и у тебя всегда есть маленький такой на подмогу нож, который на самом деле частенько оказывается в руках чаще крупного ножа. Вот у меня, например, тоже такая веселая ситуация. Ношу параллельно маленький мультитул и любой из своих ножей. И вот сейчас уже где-то 2-3 недели не снимаю с кармана Кершевлинг. Так вот, я его там что-то вчера открыл, флипанул, из него прям пыль вылетела. Потому что я его реально, ну, неделю, наверное, не доставал из кармана ничего отрезать вообще. И все, что отрезал, упаковочки там что-то с почты, еще что-то, все это отрезал маленьким клинком мультитула. Вот такая история. На самом деле, видео созрело, потому что я очарован вот этой вот маленькой штучкой. Это, ну, просто высокотехнологичное изделие, ничего не скажешь со своими нюансами, но просто супер. Вот. И я понимаю, почему такие вещи покупают за те деньги, которые они стоят. И я считаю, что такое изделие стоит своих денег, несмотря на то, что оно, ну, вроде бы меньше материала и прочего, прочего, прочего. Оно требует не меньше усилий, не меньше, а даже больше сложностей в подгонке, сборке и так далее. Я думаю, что настройка банально замка и детента на этом ноже – это отдельная песня у сборщиков. То есть, это точно. Вот. Поэтому итог этого видео. Микроножи, которые в виде микрофиксов, уменьшенных копий полноценных ножей и складни точно такие же – это гениально, разумно. Я очень советую, особенно клево носить и то, и то одновременно. Кстати, вот сегодня узнал от товарища, что у Штурма есть теперь версия в М4. Вот это клево. Да, он в два раза, по-моему, дороже, чем обычный из 690. Но М4 – это М4. И я думаю, что Кизляр Суприм, они разобрались с тем, как колить М4, потом только пустили ее в серию. Поэтому я думаю, что вот эта вот самая маленькая злыдня сейчас на рынке – это М4 и Штурм. Вот. Зря я вам это сказал. Пойду постараюсь успеть заказать, пока вы этого не сделали. До новых встреч в интернет-эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok